Приветствую вас. Я думаю, что все коллеги, которые ответят вам на вопрос, согласятся с одной мыслью, с одной вещью. Что данная девочка и последующая ваша зависимость от нее, эмоциональная, любовная, неважно, это следствие, результат того, как вы к себе относитесь, того, как вы себя воспринимаете, и, собственно, следствие ваших представлений о себе. Вы говорите, что вам 28 лет, отношений не было, никто и не ухаживал, и никто не любил, не любил. От себя, Мария, вы любите, вы о себе заботитесь сами. Вы за себя ответственность несете за свои желания, за свои чувства. Выражаете ли вы это? Вы пишете один раз, меня девушка влюбила в себя. Не может человек заставить другому влюбиться в него. Никто не может. Потому что влюбчивость, влюбленность, точнее влюбленность, влюбчивость, влюбленность, это чувство, которое возникает в самом человеке. И заставить это чувство появиться, заставить это чувство выразиться невозможно. В принципе, просто это невозможно сделать. Понимаете? Поэтому, здесь вы перекладываете ответственность с себя на, собственно, другого человека. Ну, в данном случае, вы перекладываете ответственность на девушку, которая вас влюбила в себя. Давайте будем честны. Давайте будем честны. Давайте будем честны. Вы влюбились в нее, потому что хотели влюбиться. Потому что вам хотелось влюбиться. И поэтому вы в нее влюбились. Скажете нет? Скажете, это не правда? Скажете, это не так? Вы пишите. Вы пишите. Она меня бросила через два дня, но общаться со мной не перестало. Опять же, это же ясная позиция. Да? То есть, у вас жертвенная позиция. Она меня бросила, но общаться со мной не перестало. Так, а вы сами участвуете в этом? То есть, вы сами участвуете в взаимодействии с человеком? Или как? Так. Бросает вас девушка. Вам не приятно. Естественно, вы можете ей сказать, что, ну вот, извини, да, мне не приятно. Как бы. Будь с тобой общаться. Общаться не будь. Но нет. Ничего такого не происходит. И продолжаете с ней общаться. Почему-то. То есть, вы не отвечаете за свои, желанию, за твои чувства. Получается. Дальше. Значит так. Брёздила, так как я не одеваюсь в полную. Я не так одеваюсь в полную. Скажите, как вы обноситесь к своей полноте? Ну, то есть, вы её... Вы её принимаете в полноту свою? Или нет? Вы её... Ну, как-как вы, в общем-то, не относитесь к своей полноте? Вот. Платику. Вот это важный момент. Очень важный момент. То есть, если для вас... Если для вас... Это... Проблема? Если для вас это проблема. Если для вас это прям серьёзная проблема. Что с этим нужно что-то делать. Ну. Как минимум. Да? Как минимум нужно... Корректировать. Смотреть. Откуда полнота. И так далее. Часто полнота это... Это... Вот по сути... Ну, по сути это защи... защитная... А... Реакция. По сути. Вот. Полнота это... По сути защита. Вот. Вот. Защита от... Того, что вы делаете. Вот. Защита от того... Что с вами происходит. Вот. Понимаете? И... И с этим... Опять же. С этим... С этим... Можно... Можно работать. С этим... Можно... И... Нужно... Работать. С этим... Вопрос... Заключается... Только... В том... Да? Вопрос... Заключается... Только... В том... Вопрос... Хотите ли вы этого? Смотрите... Да? Понимаете, о чем я думаю? Это речь. Вопрос заключается только в этом, хотите вы этого или нет? Дальше. Так, значит, одеваюсь обычно, я не эмо, не го, среднестатистическое оденье. Вот уже два с половиной года прошло, как она меня бросила. А что вы делали с этого именно? Два с половиной года, вот она нас бросила, вы пишете, да? А что делали вы, вот, ну, в течении всего этого времени, что вы делали, чем вы занимались? Вот, ну, конкретно, вот, конкретно, что вы делали? То есть, вы как-то себя занимали, вы как-то, ну, значит, корректировали свое поведение, да? Вы что-то делали для себя в этом плане, в этом аспекте, или как, или что, понимаете? Два с половиной горя, два с половиной горя, да, срок достаточно большой, но, очевидно, это большой-большой срок. И очень важно понять, занимались ли вы чем-то в это время, или нет? То есть, как бы, реализовывали ли вы себя? Значит, делали ли вы что-то сами для себя, вот, или нет? Если нет, то, соответственно, почему, если вы ничего сами для себя не делали, вот, то есть, это вот нужно, это вот нужно исследовать, да? Так или иначе, нужно исследовать этот аспект. Дальше идем. Так, мы общались почти все время. Зачем? Чтобы что? У нее, у нее девушки появлялись, я дико ревновала. Опять же, опять же, да, вы ревновали. Почему? Всем, всем была связана ревность. Ну, ваша. Вот ваша ревность конкретно. С чем была связана. Вот. Ну, ведь очевидно же, да, что что-то было, что-то было и что-то есть. Очевидно же. Очевидно же. Вот. Так давайте подумаем. Давайте подумаем на эту тему. Вот. Что конкретно является, являлась, например, являлась, да, целью вашей ревности? Что конкретно являлась целью вашей ревности? Что вы чувствовали? Вот. Подробнее рассматриваем это чувство. Вот. Чего вам хотелось? Хотелось вам, например, любви, да, там, и так далее. А так вам ее не хватает, а? Без, ну вот, без этой девочки. Без человека, да, не хватает вам любви. Так, получается. Так, опять же, да, с чем это связано? С чем это связано? Ну вот. С чем связана такая история? Ревность – это отсутствие уверенности в себе. Ревность – это отсутствие значимости, это страх одиночеству. Да? Знаете, о чем идет речь? Вам необходимо, вам необходимо для себя это выделить. Вот эти все вещи, да, вам необходимо выделить. И, соответственно, соответственно, после этого будет понятно. После этого вам будет лучше. Уже легче после этого будет, когда вы, вот, для себя эти аспекты определите. Вот. Дальше. Так, эээ, так, значит, я в нее влюбилась, и что-то к ней есть сейчас. Хорошо. Хорошо. А, допустим, допустим, да, допустим. Вы действительно любите, ну, вот, вы влюбились, допустим. Да, вы влюбились, действительно, влюбились в девочку, вот, все понятно. Ага. Как проявляется ваша любовь? Как и в чем ваша любовь проявляется? Да? Ну, ведь, эээ, есть какое-то чувство, оно должно проявляться-то. Вот. Давайте подумаем, как проявляется ваша, ваша, ваша любовь, если вы, вот, в нее влюблены. Я уверен, что, когда вы думаете в контакте с нее, да, вы чего-то как хотите. Сейчас, например, вы хотите быть с ней. Допустим. Вот. Ну, элементарно, да. Вот. Вы хотите быть с ней. Элементарно. А... Ни чего вы хотите быть с ней? Опять же, вопрос возникает. Чтобы что было у вас, чтобы что было у вас в данном случае. Понимаете, да, какая история? Вот это самое главное. Дальше, ненависть. Ненависть, это чувство, которое, в общем-то, идет почти всегда, да, после идеализации. То есть, чем сильнее происходит идеализация кого-то, ну, в данном случае, в данном случае, вот, какого-то человека, в данном случае, этой вот девушки. Чем быстрее, чем сильнее происходит идеализация, тем, ага, значит, соответственно, сильнее ненависть. Потом. Плэйс. Плэйс. Да? Плэйс. Ненависть, это следствие идеализации. Но это все тоже чувство, это все та же потребность, получается. Ваш. Плавально? Ну, 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 наверное, наверное так, да, наверное так. Вот и давайте подумаем опять, да, что вызывает такую ненависть конкретно у вас. И что можно с этим сделать, нам. Дальше, дальше, так, я никакой агрессии не проявлял вас, так, ничего такого, я вполне адекватная, нормальная девочка, в меру спокойно, в меру спокойно. Ну, понимаете, Мария, я верю вам, верю в то, что вы адекватная и спокойная девочка, верю в то, что вы нормальная, адекватная и спокойная девочка, я вам верю. Правда, верю. Вот. Но я также знаю и то, что, несмотря на, ну, какой бы спокойно вы ни были, да, все равно у вас вот, определенная проблема, она есть, она имеет, она имеется эта проблема определенного рода. Вот. И, с этой проблемой, да, вот, с ней нужно что-то делать. Вот. Надо. То есть, как бы, сама по себе, да, сама по себе не пройдет, сама по себе не исчезнет. Вот. Так что, насчет, насчет вашей, насчет вашей адекватности, да, у меня сомнений нет насчет вашей адекватности, но есть сомнения в том, насколько вы себя цените. Вот. Вообще, насколько вы себя уважаете, любите, ну, да, как бы. Ну, вот. Вот это вот, конечно, очень важный момент во всей этой истории. Дальше. 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 Значит, я не скрывал, вернее, так, что есть к ней чувства. А как реагировала она? Ну, вот, на то, что у вас есть к ней чувства. Да, вот. Как она реагировала на это? Как-то же она реагировала, наверное, на то, что у вас есть чувства. Она же вам, наверное, что-то отвечала, она вам, наверное, что-то объясняла, она вам, наверное, может быть, может быть даже пыталась что-то сказать, что-то показать. Пыталась. Возможно. Я не знаю. Я не знаю. К вам. То есть, это вот все. Вопрос. Вопрос. К вам. Опять же. Понимаете, да? Почем идти прежде. Дальше, так, никакой агрессии не проявляло, а вы должны были проявлять агрессию или что? Так, два с половиной месяца я сама обещал от нее отказаться, заблокировал вести ее, удалил ее из соцсетей. Ну, знаете, очень напоминает бегство, я вам вот так скажу, да, то есть очень, очень-очень сильно напоминает это бегство. Вот, то есть такое вот впечатление, да, что вы просто, ну, предпочли убежать, вот. Вот, вот, ну, от проблем. То есть вместо того, чтобы проблему решить, да, вместо того, чтобы проблему как-то рассмотреть, да, ну, может быть, вместо того, чтобы признать, что да, есть какие-то сложности, вот, вы решили просто уйти, уйти от проблем. Ну, опять же, я не думаю, что это хорошая качественная идея здесь. Дальше, так, значит, неделю назад она обо мне вспомнила, стала добавляться, названивать, я игнорирую. Она написала мне смс типа, не понимаете, я ответил, что люблю, ревну, и хочу, чтобы она напомнила о себе. Напомню, не хочу, чтобы она не напоминала о себе. Может, не надо было отвечать? Нет, почему надо было? Чтобы вы проявили свои чувства, это здорово, вы сказали о том, что вас волнует, это великолепно, это прекрасно, это здорово. Ну, вот, это отлично, чтобы это сделать. В этом плане вы молодец. Вот. История здесь немножечко другая, на самом деле. История здесь немножечко другая. История здесь в том, почему вы спрашиваете нас об этом. Знаете, вот в чём момент. То есть, ну вот, вы поступили как-то, да? Вы поступили как-то. Ага, опять же, хорошо или плохо вы поступили, да? Но надо было отвечать. Не надо было отвечать, да? А это обещать как-бы уже поздно, потому что вы, ну, вы по сути, вы ответили. По сути, вы ответили. Вы уже ответили. Но в чём проблема, в чём причина сомнений? Понимаете? Вот, вот, какая история. Вы начали сомневаться в себе в чём причина, причина заключается? Сомнения. Сомнения. Вот это, что-то мне кажется, нужно исследовать. Обязательно. Да? Вот. Потому что, это важный момент. Так, просто, когда я сама перестал с ней общаться, спустя эти два с половиной месяца мне полегчало, немного полегчало, немного полегчало, намного полегчало, я не ожидал это, но обо мне вспомнил. Помогите, пожалуйста, не знающим советом, как забыть, что делать. Забыть не получится, изменить отношение к этой ситуации и к себе в целом, и поменять своё поведение, чтобы у вас появились в окружении люди, которые бы вас любили, ценили, ценили, уважали и так далее. Это да, это вот вполне реально. Это вполне реально сделать. Вот, что делать, чтобы что? Да, чтобы забыть, ну, для начала получать новые впечатления. Это вот самый, самый такой, самый простой способ, да, самая простая позиция. Вот, это получать новые впечатления, новые впечатления. То, что вы вот реально можете сделать. Ну, чем больше, чем больше новых впечатлений для вас, тем больше шансов забыть, ну, и не решить проблему внутреннюю. Должен сказать, друзей мне нет вообще. Почему? Пыталось заводить, но не получается. Почему не получается? Как вы пытались заводить друзей? Давайте проанализируем. Давайте проанализируем. Вот. Я уверен, что у вас есть комплекс неуверенность в себе, сомнение в себе. Вот. Все это можно исправить. Все это можно поправить. Все это можно исследовать. Вот. Вот так. Ага. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.